В Брюсселе неделя кино стран восточного партнерства. Основная часть фильмов от украинских режиссеров. Что именно показывают и кому интересно украинское кино, расскажет Елена Абрамович. Бозар – культурное сердце Брюсселя. Тут и театр, и кинофестивали, и выставки, и мероприятия от королевской семьи Бельгии. На неделю тут поселилось украинское кино. Но открылся фестиваль картиной Сергея Параджанова «Тени забытых предков». А дальше были фильмы о современной Украине, о любви и первой украинской фэнтези «Стражевая застава». Была представлена и классика украинского кино, для того, чтобы показать, что украинское кино имеет определенную тягность там в часе. И потом показать основные тренды украинских фильмов сейчас. На самом деле, как глядач, хочу вам сказать, что приятно. Видите, что каждый из направлений в украинском кино на сегодняшний день представлен. Это говорит о том, что мы кинодержавой. Среди зрителей и представителей украинской диаспоры немало бельгийцев, любителей фестивального кино. Приятно удивлен, хотя, конечно, Бозар плохое кино не показывает, отбирает качественно. Ну и такие ленты тяжело найти и посмотреть на большом экране. Депутату Европарламента Ребекки Хармс больше всего понравилось кино Марина Степанская «Стримглав». Кстати, сегодня этот фильм получил приз зрительских симпатий на французском фестивале Анже. Мне кажется, режиссеру удалось очень близко показать нам, жителям Запада, украинцев, молодых людей, их повседневную жизнь, проблемы, страхи и желания. Мне очень понравилось это кино. Закрылась украинская часть кинофестиваля документальным фильмом о кинорежиссере из Крыма Олеге Сенсове, который в России получил 20 лет тюрьмы за свою проукраинскую позицию. Вы себя считаете украинским кинорежиссером? Ну да, гражданин Украины. Фильм о Сенсове – один из методов борьбы за его освобождение, объяснили родственники, которые тоже приехали на этот показ. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.